Здравствуйте, друзья! Луганская Народная Республика, сбросившая с себя тяжелые оковы украинского фашизма, радует нас новыми достижениями. Там борцы с бандеровцами приняли решение пустить под нож и ликвидировать значительную часть все еще работающих угольных шахт, которым посчастливилось выжить во время предыдущих таких зачисток. Вы знаете, что первая волна уничтожения угледобывающих предприятий на территориях подконтрольных боевикам была в 2014-2015 годах, когда под предлогом борьбы с коричневой чумой там были разрушены, распилены на металлы, затоплены десятки угледобывающих предприятий. Затем ситуация как бы немного стабилизировалась, но все равно продолжала потихоньку деградировать и загнивать, потому что не может нормально развиваться никакая промышленность в условиях непризнанной серой зоны. Я уже ранее неоднократно об этом говорил. И вот мы подошли к закономерному новому акту этой драмы и теперь правительство Народной Республики готовится пустить под нож новую партию шахт. Понятное дело, что оправдывать все будут страшной пандемией коронавируса. Действительно, во всех странах мира сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, как вы знаете, в связи с карантином, в связи с тем, что экономика фактически не работает на данный момент, но во всем мире эта ситуация временна. Действительно, в разных странах закрываются самые разные предприятия, но понятно, что через несколько месяцев большая часть их все-таки откроется и продолжит свою работу, когда будет снят карантин. В ЛНР же собираются свои шахты закрыть раз и навсегда, то есть уничтожить, затопить и ликвидировать с концами. Соответствующий план уже совершенно открыто озвучивает так называемое правительство ЛНР. С той лишь разницей, что там не говорят ликвидация шахт, уничтожение шахт, а там весь этот процесс называется реорганизация. То есть знаете, как в Украине была в свое время реструктуризация шахт, когда там еще при кучме их там массово просто уничтожали, рушили без какого-либо, скажем так, без какой-либо осмысленной программы, а сейчас вот в ЛНР они это называют реорганизацией. Но совершенно точно понятно, что именно имеется в виду, потому что они говорят о том, что вот эта реорганизация будет проводиться с учетом опыта Российской Федерации. Вот публикация на официальном ресурсе так называемой ЛНР, Луганский информационный центр. И вот здесь мы видим прямую речь так называемого министра экономического развития республики Светланы Подлипаевой. Луганская Народная Республика будет проводить реорганизацию угольной отрасли с учетом опыта России, успешно осуществившей подобные мероприятия ранее. Мы сейчас поговорим о том, как это было, значит, успешно. И дальше вот они говорят, государственная программа, которую мы разрабатываем, основана на опыте многих стран, но в том числе, конечно, на опыте Российской Федерации. Она в сложные 2000-е годы прошла уже этот путь, поэтому мы взяли за основу опыт Российской Федерации. Дальше они говорят, что на сегодняшний момент мы можем каждому высвобождаемому работнику предоставить не менее двух предложений в части трудоустройства. Ну, мне, во-первых, непонятно, куда они их будут туда устраивать, если там тотально безработица, реально некуда устраиваться. И вот как раз работающие шахты, они еще были каким-то островком, куда можно было устроиться, получить хоть какую-то работу и с задержками получить хоть какую-то зарплату. Куда потом пойдут люди, непонятно, потому что там, собственно, такая же судьба, какая постигает шахты. Это постигает и давно уже постигла, точнее, и другие предприятия, особенно там машиностроительные, особенно какие-то заводы, которые что-то производили. Но сейчас, собственно говоря, даже не об этом. Давайте поговорим как раз вот об этом опыте Российской Федерации, который они собираются у себя, так сказать, на подконтрольной территории воплощать. Про то, как на самом деле выглядит этот успешный опыт России на практике, и я, и другие украинские журналисты писали еще за несколько лет вообще до начала боевых действий. Еще в 2011 году лично я ездил в Ростовскую область, чтобы показать, как живет вот этот российский Донбасс. А вы знаете, что Ростовская область, которая граничит с нашим Донбассом, она тоже немного захватывает восточную часть Донбасса. Там тоже есть шахтерские города, точнее, уже бывшие шахтерские города, потому что как раз у себя Россия все шахты закрыла еще в 90-х, начале 2000-х годах абсолютно без всякой жалости. Очень радикально. Если у нас еще был избирательный подход, если у нас старались как-то что-то сохранять, понимали, что угольная отрасль Украине нужна, потому что у нас нет нефти, нету газа в достаточных количествах, нам нужен был свой уголь. В России не нужен был уголь Донбасса. Это у нас Донбасс, там была вот эта легенда, знаете, Донбасс кормилец, якобы там Донбасс добывает уголь и всех кормит. В России не было такой легенды, потому что там была нефть матушка, газ батюшка, который добывался где-то далеко в Сибири, а, соответственно, вот этот несчастный огрызок депрессивного Донбасса России был нафиг не нужен. И они сразу все шахты там закрыли без всякой жалости. И вот эти города шахтерские, оставшись без шахт, они жили такой очень бедной депрессивной жизнью. И я когда поехал туда в 2011 году, я был в Донецке-Ростовском, в Гуково, в Новошахтинске, в шахтах. И я делал репортажи о жизни этих шахтерских городов. Я показывал, как живут те города, которые, собственно, уже лишились своей угольной отрасли. А в шахтах, в Новошахтинске, в Донецке-Ростовском не осталось ни одной шахты. И я еще тогда нашим вот этим любителям России, которые еще до войны орали, что нам по пути с Россией, Россия, нам надо дружить, нам надо вот как в России, все, да. Я еще тогда им показывал, что вот, посмотрите, как в России. Да Россия шахтеров всех послала, извините, на три буквы, закрыла без всяких разговоров эти шахты, там на всю область, по-моему, четыре шахты осталось. И все, и она закрыла вопрос, там никто не носился с шахтерами, там никто не спрашивал, а что вам надо, а как же нам шахты сохранить. Нет, там они вопрос решили быстро, радикально, я как раз и показывал нашим вот этим любителям России, что вас ждет такая же судьба, если там ваша мечта исполнится, и Россия там сюда придет, и в Украине будет как в России. Но, конечно, нас тогда никто слушать не хотел. В 2014 году, когда на Донбассе начинались вот эти пророссийские пучи и массовые беспорядки, я пытался предупредить о том, как будет. Я пытался говорить о том, что в России не нужны шахты, шахтеры. Когда там выходили вот эти толпы и орали Россия, Россия, я говорил, что Донбассу в России ничего не светит. Но таких, как я, тогда, конечно же, никто не слушал. Слушали дебилов, типа Паши Губарева, который рассказывал, что нужно печатать новороссийский рубль и привязывать его по цене киловатта электричества. А глаз разума, да, вот наш голос, тех людей, которые предупреждали, что будет именно так, что все развалится, не будет работы, не будет угольной отрасли, Нас не слышали, нас обвиняли провокаторами, агентами ГУСДЕПа, всякими, значит, фашистами и рассказывали, что мы ненавидим Донбасс. Сегодня, спустя 6 лет, уже совершенно понятно, кто на самом деле ненавидит Донбасс. Потому что уже очевидно, что эти люди, которые пришли сейчас и захватили Донбасс, они его просто крушат, рушат и, что самое главное, ничего не создают взамен. То есть они уничтожают угольную отрасль, которая, какой бы плохой она ни была, все-таки могла бы как-то работать. Потому что мы помним, что при Украине эти шахты как-то поддерживались, в них что-то вкладывалось, и действительно многие из них там как-то на грани рентабельности балансировали, а многие даже выходили на рентабельность. Потому что на самом деле шахта это такое сложное предприятие, оно все время требует инвестиций, вложений, нужно открывать новые лавы постоянно, да, то есть и так далее. Если в шахту ничего не инвестировать, то она очень быстро истощает свои запасы, становится нерентабельной, то есть устаревает и, конечно, она не может нормально работать. Это понятно. Так вот в условиях вот этого Ордло, в условиях непризнанной никем территории, конечно же шахты не могут нормально работать, потому что в них никто ничего не будет инвестировать. Эти шахты украдены. Это украинское государство что-то вкладывало в свои государственные шахты. Это тот же там Ренат Ахметов, каким бы плохим он ни был, все-таки он эксплуатировал эти шахты, у него были деньги, он что-то в них вкладывал, чтобы добыть побольше угля. А вкладывать в ворованные, украденные шахты, которые просто были отжаты у владельца и которые не принадлежат сейчас этим людям, которые их эксплуатируют, не будет никто. Конечно же Курченко никогда не вложит свои сотни миллионов евро и миллиарды, потому что там реально нужны миллиардные вложения. Курченко не вложит их в эти шахты, тем более там никакой пасечник и никакая Россия не будет туда закачивать бабки. Поэтому конечно же у них эти шахты очень быстро стали нерентабельными и сейчас они их просто пустят под нож, решив проблему с самым простым и единственно понятным им способом. Зачем что-то куда-то инвестировать, если можно просто закрыть, порезать на металл и затопить. Об этом я тоже предупреждал. Все последние годы я пишу, что экономики в так называемых непризнанных республиках не может быть, что рано или поздно предприятия, которые там еще как-то работают, они закроются. У них нет будущего, потому что ни одна непризнанная серая зона не может развиваться нормально и полноценно. Нет таких примеров. Я постил фотки с той же Абхазии, приводил пример, где разрушено абсолютно все. Абхазов тоже спасли. Пришла Россия, пришли антифашисты и спасли Абхазию от фашизма. Только там теперь шахтерские поселки не жилые абсолютно. Их там даже уже никто не помнит, что там когда-то добывали уголь, потому что там заброшенные дома уже заросли лианами, кустами и их просто не видно. Я говорил о том, что то же самое будет с ЛНР, ДНР так называемыми, то есть с экономикой Ордло, потому что экономика это не астрология. В ней не бывает чудес. И экономика функционирует в соответствии со строгими выберенными законами. И первые ласточки вот этого нового обрушения, нового закрытия шахт, массового падежа, да, падеж есть такое слово, массового падежа в угольной отрасли, они уже появились. Буквально на днях профсоюзный деятель Луганской области Павел Лисянский писал о том, что в Ордло представители оккупационной администрации России ликвидировали шахты Новопаловская и Миусинская. Это шахты в Красном Луче. И эти предприятия были затоплены. Еще ранее появилась также информация о том, что такая же участь постигла и шахту Вергелевская, которая находится там в поселке, который относится к городу Брянка, Луганской области. Это вот информация из социальных сетей. О закрытии этих шахт было известно еще зимой. Причем решение окончательно об их ликвидации принимали кураторы ЛНР в Москве. Еще тогда в СМИ публиковали сканы документов, которые так называемое правительство ЛНР направляло в Москву своим куратором. И вот мы теперь видим подтверждение этой информации уже в местных источниках. Кроме того, уже известно, что такая же судьба закрытия уготована и шахте Никанор Новая, которая находится в Зоринске. Причем это уникальная в своем роде шахта, потому что это первая шахта открыта в годы украинской независимости. То есть представляете, вроде казалось бы шахты только закрывались и закрывались, но оказывается была шахта, которую построили уже при независимой Украине. Точнее была старая шахта Никанор, которая закрылась. А в 1998 году прокопали новый ствол, то есть там скрыли новые горизонты и построили на базе старой шахты. Фактически построили новую шахту, ее так и назвали Никанор Новая. Благодаря этой шахте выжил тогда и не умер этот маленький городишко Зоринск. То есть у людей там была работа, была какая-то зарплата, были рабочие места. И вот теперь вот эти вот освободители Донбасса из ЛНР, эту относительно новую шахту, которая там не с каких-то 50-х годов существует, а всего-то ей 20 лет, они эту новую шахту тоже закрывают. Шахту, которая была открыта при Украине. Согласитесь, очень символичная история. И вот после закрытия этой шахты этот несчастный городишко Зоринск умрет. Он совершенно депрессивный. Я там тоже когда-то был. Там кроме этой шахты ничего нет. Если ее закрыть, то хана. Все, всей коммунальной сфере, всей экономике города просто люди разбегутся, и город превратится в такой поселок-призрак. И там люди уже возмущены, они уже стали писать письма пасечнику, они уже собираются на какие-то сборы, собрания, они уже обращаются, они говорят о том, что, пожалуйста, не убивайте наш город. У нас нет шансов выжить, если вы нашу шахту закроете. Все, наступит Зоринск у хана. Но, конечно же, в официальных источниках ЛНР, таких как там вот эти местные телеканалы, да, и тем более там где-то в России, об этом никто не говорит и не сообщает, потому что эта тема табуирована. Пишут об этом только в соцсетях. Вот мы можем, например, открыть группу Зоринска, и вот мы видим, так выглядит, да, объявление, просто люди от руки пишут. Уважаемые жители Зоринска, коллектив шахты Никанор Новая обращаются к вам с просьбой о поддержке. Ну, в общем, там людей созывают на собрание, шахтеры, работающие на шахте Никанор Новая, с просьбой отозваться, прийти их поддержать, потому что они пишут, если закроют шахты, шахту нашу умрет все, весь поселок умрет, давайте отстоим шахту вместе. А в другой группе информационное сопротивление Перевальск-Алчевск, ну, она информационный центр Перевальск-Алчевск, ЛНР, прошу прощения, это ЛНРовская группа, но все равно вот тут напечатали, значит, письмо обращения к пасечнику. И тут вот люди пишут. С последней надеждой и просьбой о помощи к вам обращаются трудящиеся филиалы шахты Никанор Новая, жители города Зоринска. В настоящее время решается вопрос о закрытии шахты. И тут дальше они перечисляют, значит, к чему это приведет, это большое долгое письмо, я не буду целиком его зачитывать вам, потому что, чтобы не забирать ваше время. Ну, тут вот такое резюме, да, то есть закрытие шахты повлечет за собой оставление без средств к существованию работников, членов их семей, деградации вымиранию Зоринска, близлежащих поселков, значительному ухудшению социально-экономического положения в Перевальском районе, что может привести к социальному коллапсу на нашей территории. То есть вот, что сейчас реально делают эти защитники и освободители Донбасса с вот этими поселками, которые они якобы освободили от бандеровцев. Очень хорошо помню, как во время Майдана и потом в 2014 году, чтобы людей вывести на улицы и натравить против Украины, вот эти все провокаторы-пропагандисты рассказывали людям, что если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, если мы вступим в Евросоюз, то Европа придет и закроет все наши шахты. Вот страшные вот эти проклятые георопейцы возьмут и Донбасс, значит, поставят крест на нашей угольной отрасли. Но спустя 6 лет мы видим, что никакие европейцы, никакие шахты, конечно, не закрыли, а зато закрыла вот она, своя Россиюшка-матушка, свои же вот эти патриоты Донбасса, профессиональные новоросы, переносчики русского мира, казаки, там, кто еще сталинисты, кто там, в общем, сейчас является какой-то номинальной властью, да, вот эти же свои же товарищи, которые на словах все очень сильно борются с коричневой чумой, с бандеровщиной, там, и так далее, они взяли и просто-напросто все уничтожили. Они сейчас без всякой жалости выбрасывают людей на улицы, пилят шахты на металл и полностью все идет к сворачиванию угледобычи на Донбассе как таковому. Тут надо отметить, да, и в заключении хочу сказать, что, конечно, вот глобально какой-то трагедии в закрытии угольных шахт, ликвидации угольной отрасли, я вообще не вижу, потому что понятно, что это отрасль прошлого. В будущем все равно не будет места углю, как топливу, то есть человечество отказывается от угля, это не только процессы, там, каких-то отдельно взятых регионов, это глобальные общемировые процессы, это все равно произойдет. Но другое дело, что когда закрываются угольные предприятия, должно что-то появляться вместо них, то есть на их месте должно что-то возникать, чтобы люди могли куда-то пойти работать, чтобы вместо старых рабочих мест возникли новые рабочие места, налоги и так далее. Соответственно, как бы в эти шахтерские города, депрессивные поселки, нужно привлекать инвестиции. И в условиях какого-то нормального государства это можно сделать. Это делается, например, в Польше, я видел своими глазами, это теоретически там делается и в Украине, конечно, там в зачаточном состоянии, но все-таки это как-то происходит. Это делается там в России, в том же восточном Донбассе, где они все шахты порезаны, они тоже там что-то там пооткрывали, пытались что-то создавать, ну, без особого успеха, но тем не менее, хоть что-то возникало взамен. А в Ордлоу нет никаких шансов вообще на то, что туда придут какие-то инвестиции, и кто-то что-то там создаст. То есть там на месте уничтоженных, разоренных, разграбленных шахт не возникает ничего. Это вот и есть то самое будущее, которое украли у Донбасса вот эти все профессиональные новоросы и любители русского мира. То есть они просто лишили эту территорию шанс на дальнейшее развитие. Старое они уничтожают, они это все режут и грабят, а нового они ничего не создают. Людям в Ордлоу мы уже, к сожалению, ничем не можем помочь, потому что эту территорию Украины не контролируют. И сами они ее уже не контролируют. То есть эта территория оккупированная, и там уже, как скажет кремлевский куратор, так и будет. Единственное, что мы можем, это забрать оттуда наших людей, как-то их вытянуть, пригласить. Этим надо заниматься. Но помочь уже этому отдельно взятому несчастному Зоринску и другим его таким же городам, товарищам по несчастью, мы не можем. Но остается только надеяться, что вся эта ситуация хотя бы послужит уроком тем людям, которые живут еще в Украине и испытывают какие-то иллюзии по отношению к России. Вот пусть они это видят, пусть они видят, что эти уроды творят с Донбассом сейчас, и пусть они это мотают на ус и понимают, что это же было бы в Харькове, если бы туда пришла Россия. Это было бы в Одессе, если бы там удалось провозгласить какую-то народную республику. То есть везде, куда приходит Россия, одно и то же. Освобождение от фашистов в понимании России, это всегда вот так. Нужно и важно, чтобы люди просто это знали, чтобы они получали информацию оттуда, с той территории, о том, как на самом деле все там обстоит. Поэтому подпишитесь на канал и распространите это видео как можно шире. Это очень важно, чтобы как можно больше людей знали правду.